Основной вопрос, который есть, значит за эти почти 30 лет с лишним создана некоторая колоссальная схема, такая экономика уже мировая, единая и глобальная, у которой имеется один маленький-маленький недостаток. Она предполагает, что народ будет покупать все, что она производит. Если у народа денег нет, ему надо этих денег дать. И в результате продается все, и откровенное дерьмо, и каких-то совершенно невероятных объемов. А народ покупает, покупает. Для того, чтобы он покупал, его правильным образом обрабатывают. Значит, у нас есть телевизор, у нас есть радио, у нас есть другие СМИ, теперь есть интернет, и из каждой щели тебе говорят, покупай, 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 покупай. У меня была замечательная история. В мае месяце на экономическом форуме в городе Астане у меня случился разговор с таким персонажем, который именуется у нас Доминго Кавали, его кажется. Зовут Аргентинский Гайдар, который там устроил систему валютного управления, currency board, в рамках которой мы жили практически 20 лет, обрушил финансы Аргентины, в результате оказался под несколькими уголовными делами и сбежал в США, сейчас там профессорство. Это вот он, мы с ним там сидели, значит, на какой-то секции, и он пытался все время объяснить, что спрос не ограничен, что пока китайский крестьянин, значит, хочет купить айфон, айфоны можно производить. А я так получил, что я, значит, модерировал этот круглый стол, эту секцию, а справа от меня сидел китаец. Я его спрашиваю, вот скажите мне, товарищ китаец, вот как, значит, китайский крестьянин может себе позволить купить айфон? Китайский, товарищ на это сказал, со свойственным китайцем серьезным выражением лица. Он говорит, что у нас 120 миллионов человек живет ниже уровня нищеты, который составляет доход полтора доллара в день. И они бы и рады купить себе айфонов, но у них на это нет денег. Потом он сделал такую длинную паузу и сказал, ну им, конечно, можно дать денег в кредит, но тогда они этот кредит не вернут. Радостно сказал, ну Доминго Кавалья, видимо, решил, что китайский товарищ ему не авторитет, и продолжал настаивать. И тогда я ему говорю, а вот тут вот слева от меня, он, правда, не внесен в список говорунов, да, вот, но мы ей сейчас спросим, сидит государственный министр Канады. Там в Канаде такая двойная система, там есть государственный министр, который руководит аппаратом, и есть политический министр, который отправит, который как бы ему указания дает. А вот тут сидит, значит, государственный министр финансов Канады, давайте мы его спросим, что он скажет по этому поводу. И Кавалья так возбудился, ожидая, что вот, ну этот-то свой, так сказать, западник поддержит. А я специально дал слово канадскому министру, я внимательно смотрел, как он улыбается, когда дискуссию слушает, и понимал, что он что-нибудь, наверное, хорошо скажет. И вот он произнес замечательную речь, я ее сейчас просто процитирую. Когда я был маленький, сказал государственный министр Канады, то родители очень часто не покупали мне вещи, которые я хотел, потому что говорили, что я должен, что мы должны жить посредством. Последние десятилетия народ как-то от этого отвык. Но у меня есть такое ощущение, что в ближайшие годы он должен снова привыкнуть жить посредством. После этого Кавалья покрылся пятнами и больше уже ничего не говорил.